Привет, друзья, я Григорий Герман. Чем отличается Россия современная, путинская, после периода путинской стабильности, потому что, как мы видим, по истории с Wildberries заканчивается эта стабильность, возвращаются старые добрые бизнес-разборки со стрельбой, чемпионами ММА и разбитыми витринами, от России 90-х. Той самой России, которая страшна, которая пугает детей нынче в России. О, если будешь себя плохо вести, если, не дай бог, что-то произойдет, то Россия вернется в 90-е. Чем отличаются эти две страны? Какой сейчас является криминальная власть в Российской Федерации? ФСБ и криминал – это одно и то же. Кто кого победил, кто в кого проник, как бы это ни звучало. Об этом все, мы поговорили с Геннадием Владимировичем Гудковым. Оставайтесь, будет интересно. Мы с вами эту тему обсуждали множество раз. Впервые начали ее обсуждать еще в 2022 году, когда на мои фразы о том, что ну Путин, он же там бум-бабаб, вы мне сказали, да бандит он был, бандитом и остался. И вот сейчас мы видим в Москве ситуацию с Вайлдберрис, которая очень напоминает, мне кажется, то, что происходило в Москве в 90-е, передел собственности. Одни бандиты, другие бандиты, бородатые борцы ММА с пистолетами. По вашему мнению, чем отличаются вот бандитские 90-е, многие сейчас сравнивают то, что происходит там вот с возвратом в 90-е, от сегодняшнего времени в России? В сегодняшнее время в России намного хуже, потому что 90-е годы, я, ваш вопрос абсолютно по адресу. Я ушел из органов в 92-м году и был руководителем, создателем, потом уже крупнейшей, одной из крупнейших, совершенно точно лидировавших в отрасли в долгие годы, компании по услугам безопасности. Вот, поэтому я очень хорошо понимаю, какая была преступность в 90-е годы. В 90-е годы это была преступность антисистемная. То есть, ей противостояла государственная система. И это продолжалось до середины примерно нулевых годов. То есть, несмотря на то, что были крупные банды, несмотря на то, что были крупные мафиозные структуры, что у них были серьезные экономические финансы и прочие возможности, они противостояли системе государства. И государство, постепенно портясь, постепенно вовлекаясь в коррупцию и прочее, 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 тем не менее противостояло этой преступности. И поэтому была система, сдерживающая эту преступность. Были службы безопасности, были крупные компании, такие как наша, которые не позволяли бандитам, ну, как бы так сказать, доминировать в бизнесе. Я могу смело гордиться тем, что вот эта индустрия безопасности России, сложившаяся с начала 90-х годов, она не позволила мафии, реальной, чисто уголовной мафии, стать хозяйкой бизнеса. Этого не произошло. Мы успешно противостояли этому, и нам помогала в то время вся государственная машина. Да, она портилась, да, она работала со скрипом, да, постепенно уровень масштаба коррупции становились все больше и выше и выше. Тем не менее, нулевые годы, это те годы, когда мы сумели побороть организованную преступность с точки зрения, так сказать, ее проникновения в бизнес. Но мы не смогли побороть, и у нас не было таких возможностей, проникновения преступности в государство. И к нулевым годам произошла следующая, так сказать, трансформация мафии. Она ушла под погоны. По сути дела, преступность просто захватила власть. Ну, она даже не схватила. Просто власть стала полностью криминальной и преступной. Это произошло из-за узурпации власти, из-за ликвидации демократических свобод, из-за ликвидации гласности, свободы слова и так далее. Где-то там, к 11-му году примерно все это уже оформилось, захват власти, когда государство получает монополию на насилие, на беспредел, на произвол, на убийство, на пытки и так далее. И вот где-то там с 11-го, с 12-го года в России оформляется полностью бандитское государство, в котором захватившие власть политики становятся, по сути дела, главой организованной преступности. И прибегает исключительно к криминальным силовым методам подавления любого недовольства в стране. А окончательно власть перешла в Россию уже в бандитское ложе, так сказать, бандитское стезю. В 19-м году, когда даже административные прочие манипуляции, они были криминальны по своей сути, они уже не помогали, и потом просто власть перешла тупо на подавление всего, что можно, то было, взяла на себя роль жандарма, полицейского, плача, тюремщика, судьи и так далее. Уничтожив все остатки, последние остатки государственной, проукраинственной и судебной прочей системы, и перейдя на силовое удержание власти, используя полностью в своем распоряжении криминальные элементы. Бизнес стал заложником этой власти. Без ее, без интеграции во власть, бизнес серьезно существовать не мог. Он должен был это делать. И, по сути дела, уже когда началась война, власть превратилась из бандитской в террористическую. И сегодня можно смело сказать, что в окончательном виде власть в России захватили люди, которые стали международными террористами, которые споведуют террористические формы, которые абсолютно лишены всяких остатков морали и нравственности, которые абсолютно наплевали, исказили, все полностью перевернули вверх с ног на голову право, как международное, так и внутреннее. Ну и мы видим, в общем, по большому счету, террористическое полуфашистское государство в Российской Федерации. Вот такова его трансформация. Поэтому нынешние годы, это годы намного хуже 90-х по масштабам преступлений, по масштабам коррупции, по жестокости преступлений, по масштабам пыток, по масштабам издевательств над людьми и так далее, по количеству там посаженных, по количеству расстрелянных, убитых и так далее. То есть 90-е годы на фоне нынешних детских игры. Тут я прям вижу в комментариях, как у нас возникнут, взорвутся просто бомбы из простых россиян, которые будут говорить, да ну что вы рассказываете, я был в 90-е, я помню всю эту стрельбу на улицах, я помню всех этих ракетиров и так далее и тому подобное, как все это было. А вот когда пришел любимый Владимир Владимирович к власти, это все прошло, это все пропало. Путинская стабильность, путинское спокойствие и так далее и тому подобное. Где-то к 96-го, может быть, начало 97-го года, как таковая уличная преступность перестала быть серьезным фактором, ну скажем так, общественно-политической обстановки в России. Когда мы говорим о сегодняшних годах, там, понимаете, ведь все государство криминальное, начиная с самого Путина и кончая там последним каким-то там сержантом патрульно-постовой службы. И там бандитов-то нет как таковых, они просто инструменты сведения счетов, разборок. Их держат, но их держат, как бы так сказать, в таком, как дело в казарме, пехоту держат там или какой-нибудь спецназ, вот их держат там, для того, чтобы там в штыковую атаку они могли пойти. Поэтому сейчас полностью криминализированные государства, полностью. И весь криминал сейчас, и есть само государство, и есть криминал. Сама большая вот эта банда, это и есть его власть нынешняя российская. Понятно, что не все, понятно, что, но тем не менее, в целом, как системное явление, власть, криминал и террор, все это соединялось в одном флаконе. Кто победил, кто кого подмял под себя. Государство подмяло под себя такой мафиозный криминалитет. Или мафиозный криминалитет просто пришел во власть персонализированно. Там же там никаких воров в законе нынче в парламенте, насколько я вижу, нет. Или это такое, они вошли друг в друга как шестеренки. Нет, тут совершенно однозначно и четко. Из того, что я знаю за 20 лет практической работы с 1992 по 2012 года, да потом я и всю жизнь занимался безопасностью, в комитете я был по безопасности. Нет, государство криминализировалось, государство коррупционировалось, государство превратилось в инструмент преступлений, а криминальные элементы крупной банды, они немного проросли в эту структуру. Они стали инструментами больше. Они стали больше инструментами, ну, например, когда мы там разбирались в Рязанской области, там была банда слонов. Ну, все знают, тот же в Рязани был. Тот же, даже я, да. И стали разбираться. У меня там сын вел избирательную кампанию, там и так далее, и тому подобное, что он просписывается. Стали разбираться. Кругом уважаемые люди. Да, действительно сложилась там банда так называемых слонов в 90-е годы, но ее потом стали использовать как пехоту. Да, они что-то получали, да, они свою работу получали, да, они где-то входили в какие-то маленькие дольки, но в целом, в целом, это были государственные структуры, которых же потом начали использовать. Они сначала были, так сказать, на свободных хлебах, а потом нет, все. Строились в общую систему. То есть государство превратилось в большую организованную преступную организацию, само по себе. И крупная преступность, она вошла в эту систему. Она не подменила ее, не стала ею, а она просто вошла. Потому что они были свадьбы. По духу, по мыслям, по образу действий и так далее. Ведь Путин начинал с чего? С мелких взятых по 10 тысяч долларов. Кличка была там на определенном периоде, у него бог и десятка. Ну, по крайней мере, мне питерские люди об этом говорили, кто его узнал тогда еще в те времена. Много не брал, а 10 тысяч долларов за каждое, так сказать, там принеси. То есть он... А потом пошло, там пошли как раз аппетиты, пошли там всякие нефтекомплексы, порты и прочие, прочие, прочие. Ну, я настолько помню по историям, он же там в порту как раз сошелся с какой-то, я не помню, криминальной группировкой питерской, достаточно крупной и серьезной. Но, да, в чем талант Путина? Путин неординарная личность, по крайней мере, в одном главном. Он гениальнее разводил. Может быть, даже не сколько гениальнее, но выдающий, совершенно точно. И вот в этом качестве он был незаменим во всех разборках. То есть умел это делать, умел разводить, умел уравновешивать какие-то интересы, находить компромиссы. И в этом качестве он держится до сих пор. Он главный сейчас разводящий во всей межклановой борьбе России, главный арбитр, главный судья, главный, так сказать, пахан, который, в общем-то, умеет это делать. Надо отдать ему должное. Он, наверное, ничего другого не умеет делать, но вот это он научился делать прекрасно. Еще с Питером. Маккейн как-то сказал о том, что Путин головорез, убийца, киллер и агент КГБ. То есть в одну строчку поставил и головореза, головореза и убийцу, и агента КГБ. Путин сам, сам Путин, он ничего не делал своими руками. Ну, это понятно. Но как организатор нынешней террористической и фашистской войны, конечно, он, безусловно, является одним из самых зловеющих фигур современности 21 века. Безусловно. Безусловно. Да, на его руках пока еще кровь сотен тысяч. Но мы не знаем, чем он закончится. С учетом ядерного арсенала и прочего-прочего, мы не знаем, чем закончится политический путь Путина. И каким жертвом он проведет. Но в любом случае, сотни тысяч из количественных жизней судьб на его счету, безусловно. Проникновение криминала и тема проникновения криминала и власти, взаимопроникновения, невозможно без обсуждения темы взаимопроникновения криминала и ФСБ. Ну, насколько я помню, для органов, на самом деле, криминал всегда был социально близким элементом. Это мы помним во времена НКВД, да и думаю, что во времена КГБ то же самое. Сейчас... Не совсем. Не совсем? Не совсем так. Я это тоже очень хорошо знаю. Криминальные элементы, особенно руководство криминальных элементов, они использовались КГБ для своих целей. Да. Тут не было никакого знака равенства. Но, как бы так сказать, по форме взаимоотношений КГБ и лидеров криминала, ну, как бы так сказать, они были вполне цивилизованными, приличными. И если, допустим, криминал считал милиционеров там своими врагами, то КГБ они признавали силой более высшей, более серьезной, не хотели никогда ругаться, связываться и, так сказать, всячески демонстрируя свое уважение. Уважение заключалось в том, что они сдавали КГБ то, что можно было сдать, так сказать, не рискуя своим положением в этой иерархии. КГБ это устраивало, потому что там, понятно, что сдавались какие-то вещи, связанные там, предположим, с какой-то наркоторговлей, какими-то там международными операциями, может, там, контрабандой где-то. То есть они давали КГБ информацию полезную, ну, взамен на, как сказать, нормальные человеческие отношения. Я это очень хорошо знаю и видел. Ну, например, один из моих руководителей, в котором там, когда мы в 92-м году все поуходили, вот, он, например, ему приезжал, так сказать, попить кофе и зафиксировать свое высочайшее уважение господин Сильвестов Сергей Иванович, да, вот этот руководитель Солнской группы. Да, да. Да, кланялся, говорил, что есть какие-то вопросы, мы готовы, называл по имени-отчеству, столько скажите, мы все решим, все сделаем, не волнуйтесь, все хорошо. Мы там, типа, вас очень уважаем и не хотим с вами никаким образом с вашими людьми пересекаться, чтобы нам не избегать каких-то... Вот такая была в 90-е, в 80-х годах, в начале 90-х, вот такие взаимоотношения между КГБ, который там превращался то в службу контрразведки, то ФСБ, то ФСК, там, и так далее, то в АБГД какую-то, ну вот, но тем не менее, отношения были вот такого плана. А сейчас? А я думаю, что сейчас вообще ФСБ является доминантой, ей подчинены фактически, де-факто, все силовые структуры, МВД лежит тихо, Росгвардия немножко дергается, но, в общем, тоже полностью подчиняется, следственный комитет лежит, прокуратура под ФСБ, суды под ФСБ. Единственное, автономию условно сохраняют, автономию, пожалуй, сохраняется служба охраны, ФСОшники, но в вопросах и касающихся. Там они сохраняют автономию, там они, тоже они там близко к телу и так далее, но в целом, надо понимать, что сегодня, по сути дела, ФСБ превратился в такой НКВД 36-37 года. Ну и по большому счету, современные криминалы, он является таким, одним из управлений ФСБ. Ну, один из инструментов, не только ФСБ, нет, ну, конечно, МВД тоже использует этот инструмент, безусловно, не надо там списывать со счетов МВД, они с этим работают, контингентом, у них есть свои там взаимоотношения, у них есть там, у них тоже там свои выстроенные отношения, они более конкурентные, что ли, я бы сказал, более жесткие, но тем не менее, они есть. Понятно, что ни одному бандиту в голову не придет там дернуться против генерала МВД. еще там с рядовыми там офицерами он еще может как-то там, а если ему будет там команда от генерала, он скажет, знаешь, что, Вася Пупкин, хоть ты там и очень заслуженный авторитет, цыц, сиди тихо, смирно, и завтра придешь, так сказать, сдашь методы, он придет и сдаст. Та ситуация, которая сложилась сейчас с Вайлдберис, и вот эта вот стрельба, и штурмы, и все остальное, и все, что было после этого, аресты, а потом отпускания на фронт, а напомнило многим о том, что в России существовала еще одна заноза в мягких тканях ФСБ, которую звали Рамзан Ахматович и все его нукеры. Да, люди, которые... Рамзан Ахматович, не, Рамзан Ахматович это никакого отношения не имеет к силовым структурам, наоборот, он их лютый враг. Вот, я же об этом и говорю, да, о том, что он заноза в мягком теле ФСБ. И вот что сейчас? Насколько я понимаю, вот эта вот ситуация с Вайлдберрис, она такая криминальная разборка, в которой участвуют самые высокие птицы. Да, там кто-то говорит, что Антон Вайнович участвует с одной стороны, с другой стороны Кадыров, и все они хотят поделить Вайлдберрис. Ну, ее отожгут, эту компанию, понятно. Я сейчас не про это. Что из себя представляет Рамзан Кадырович? Он представляет из себя фигуру, которая пользуется покровительством лично Путина. Некие особые отношения. Там злые языки утверждают, что там они договорились и по Немцову, и только по Немцову. Вот. И поэтому, как бы, есть особый тип отношений. И Кадыров держится исключительно за счет того, что его поддерживает Путин. Ну, понятно, что я же общался с людьми, которые там близки к вождю, да, к Путину. Да, они научились рассказывать. И в том числе рассказывали о своих конфликтах с Кадыровым. И когда Кадыров там уже приходил всякие границы, всякие беспределы, беспределом занимался, они шли жаловаться Путину. Поговорили, в чем там творит у тебя туда-сюда, пятый-десятый. И Путин им, как правило, отличал, что, ребята, я вам так до хрена всего даю, у вас так всего много, ты типа, не прощайте внимание, чего-то с ним, с Кадыровым, вот, он мне Кавказ держит. И вот Путин убежден, что Кадыров ему держит Кавказ. И этим он, по сути дела, дает ему индульгенцию на все грязные дела, в том числе, связанные с преступлением. Ну, например, я-то очень хорошо знаю, что Кадыровцы, начиная с, ну, наверное, с середины нулевых годов, ближе к десятом годам, начали беспредельничать по всем крупным городам. Они и раньше были фактором, да, вот этих разборок. Вот, звери, привозили зверей из облок, так называли, мы привезем зверей, да, потом их обратно увезем, вы ничего не сделаете. А когда вот нулевые годы, там, шестой, седьмой, восьмой, ближе туда, к десятому, они начали поставлять в Москву банды, которые имели уже удостоверение сотрудников охранительных органов, полиции, прокуроров, там, Росгвардии и так далее. И эти банды действовали уже как? Они приезжали там к бизнесменам какими-то, говорят, слушай, вот мы такие, если ты сейчас будешь дергаться, мы сейчас выпишем ордер на твой арест за задержание в каком-то делу, и мы тебя, которым якобы расследуем в Чечне, мы тебя туда увезем, тебя потом никто там не найдет. И Кадыров стал браться за серьезные разборки в Москве, но я, понятно, что общался с людьми близкими Кадырова, они говорят, что он не берется за дела меньше, если там 50 миллионов долларов ему гонорав идет. Если меньше, там это его какие-то там могут подчиненные, а если там сотни тысяч, там какие-то вообще там грубкие, маленькие, занимаются на свой страх и риск. И вот этот рейкет, вот этот рейдерский захват, они очень часто опирались на силовую поддержку Кадырова, и противостоять этого можно было только если у тебя есть в союзниках федеральные структуры. Они его ненавидели, Кадырова. И по бизнесу... Именно ФСБ, насколько я понимаю, да, не МВД, а именно ФСБ. Да нет, его вообще все не любили, кроме Золотова. Да, у него там из покровителей стрелуков все время был золот. Я уж не знаю, что у них там вместе связано, но пусть расследовали, наверняка там есть какие-то крутые коммерческие интересы, но его все время опекал золото. Насколько мне известно, мне говорили об этом. И поэтому, ну и естественно Путин. Путин считал, что Кадыров решает важнейшую задачу типа стабильности на Кавказе, и вот поэтому все его там побаиваются и прочее, прочее, прочее. Он не только на Чечню влияет, но и на всех остальных влияет, потому что если кто-то там будет что-то делать, то мы его будем пугать Кадыровым. Вот сейчас передадим управление какой-то дополнительной территорией или там какими-то процессами Кадырова, будете знать. То есть он был таким фактором на Кавказе для Путина. И Путин, многие вот люди, которых, из его же окружения, его там близкие товарищи, друзья, которые ходили, Путин взялся на Кадырова, они уходили такие там раздражения, говорят, вот блин, туда-сюда, этот Кадыров, а Володя говорит нам, не надо его трогать. И вот это доброе отношение, в кавычках, оно к нему все время накапливалось. И поэтому его не любят ни МВД, ни ФСБ, ни Следственный комитет, ну, и многие другие силовики, они его терпеть не могут, но они сделать ничего не могут, потому что, как я сказал, Путин талант разводить, вот он всех, мы тебе даем это, там не обращай внимания, не тебя это, жаль, хорошо, давай я тебе дам это, забудь про Кадыру, Кадыр мне Кавказ держит. Смотрите, но ведь получается сейчас, что в ситуации с Вайлдберрис, как раз вот эта вот схема, она не сработала, да, ну, потому что Кадыров хотел Вайлдберрис тихо и спокойно подобрать от себя, но нашлись интересы Вайна, не Вайна, Кемики Римов и так далее, и они схлестнули здесь, и Путин, ну, я не видел, если бы Путин повел себя так, как вы говорите, и в этом случае тоже, то не было бы ситуации со стрельбой. Подождите, подождите, но стрельба это вообще как бы, как бы, эксцесс исполнителя, там, наверное, не думали, что будет стрельба, но она получилась. Вот, это не в этом дело, вот, смотрите, сейчас произошла стрельба там по вине Кадырова, да? Кадыров наказан? Кто-то наказан там? Богачук вот этот вот, который обратился к Кадырову, наказан, по-моему, тут же в этот же день вышел из тюрьмы. Это просто о том, что формула работает. Наверное, Кадыров скажет, ты че, слушай, ты оборзел совсем? Ну, ты охренел? Мы тебе сколько давали возможность там делать то-то? Делай тихо и не делай ни хрена. Ну, уже за тебя, так сказать, уже, так сказать, уже не могу, смотри, какой народный гнев против тебя идет. Давай, такой, урезоль свои, эти аппетиты, хватит тебе денег, мы тебе до хрена даем. А ты еще, так сказать, тут участвуешь во всех этих налетах, рядах и прочее. Наверняка, разговор с ним такой был, но не более того. И когда там меня спрашивали, кто победит, я говорю, это Кадыров победит, потому что он Путину кавказ вверх. И Путину в этом и ждет. На сегодняшний день. А так как Путин на власти, и так как он по-прежнему главное разводил между всеми интересами кланов и прочим, 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 наверное, на Путину давили, что пора там принять меры, давай их арестуем, давай их даже какое-то время отставали, но потом все повыпускали. Ну, по крайней мере, зачинщики. И никто там Кадырова никакие претензии сейчас не предъявляет, как мы видим. Поэтому я, так сказать, по всей видимости, оказался прав, что, ну, ничего для организаторов там типа Кадырова и прочего ничего не будет. Потому что для Путина важнее Кавказа. Это мое, опять-таки, это мое предположение. Я сейчас далеко. Раньше я это знал, чувствовал, видел и была информация, как говорят, сенсайдерская. Сейчас у меня намного меньше этого всего. Но, тем не менее, по представлению, что там происходит, я сделал вывод, что Кадыров в этот раз тоже выйдет сухим из воды. Ну, наверное, какой-то будет такой отдергивающий разговор, что, слушай, ты там не оборзел совсем. Уимисовый там этот нрав и введя себя приличнее, чтобы мне тут не было какой-то головной боли за тебя. Есть еще, на самом деле, мнение о том, что вся вот эта вот ситуация и то, как она развивается, ситуация с Валберес, это в том числе и такой очень мягкий, косвенный, но, тем не менее, удар по репутации и по РНМ Кадырова, человека, который может разруливать любые вопросы в Российской Федерации. Ну, вот, типа, вот вопрос, который Кадыров не смог разрулить. Ну, то есть, вот, к свою пользу или в пользу того человека, который не обрадил. Но он не смог разрулить, но он и ничего там сильно не испортил. Там же у него заказчик Мукачук был, да, вот, типа, он на его стороне. Да. Ну, просто заигрался парень, просто он подумал, что во вся дозвольность и индульгенция на любые там действия, она распространяется, в том числе, на стрельбу в центре Москвы. Ну, видимо, нет. Пока. Пока нет. Если вернуться снова в 90-е, помните, в 90-е был такой достаточно яркий фактор с криминальным оттенком, как афганцы. Объединение афганцев, коммерческие структуры афганцев. Могут ли современные ветераны СВО стать вот таким же возмутителем общественного спокойствия, как в свое время стали афганские организации? Нет, я думаю, нет. Потому что у них нет просто такого времени, такого отношения общества. То есть, если как бы те, кто воевал там в Афгане, они, ну, как бы воспринимались, ну, люди, которых послали, да, их обманули, да, они там ни в чем не виноваты, да, они, в общем-то, не знали, что они творят и так далее. К ним было такое отношение, ну, достаточно исходительное, уважительное, скажем так, в общем. Поэтому, там, дали льготы, преимущества и прочее, прочее, сейчас такого времени просто нет. Вот сейчас они вернутся, они вернутся как раздражающий фактор, они вернутся как угроза. Путинский режим, я уверен, рухнет или с ним что-то произойдет. И поэтому к этим людям будет очень совершенно другое настроение, совершенно другое отношение. Пока жив Путин, пока жив его режим, они попытаются из них сделать, там, героев, но это будет плохо воспринято все в общее, потому что там героизм совершенно никаким не пахнет и все это быстро ареол слетит из них героически и они будут просто большой головной боли, большой проблемой для любого режима, для любой власти. Но это значит, что они будут сбиваться в банду, они будут искать себя, они станут такой достаточно активной частью криминального мира. Конечно, конечно, они не просто станут активными, они подвинутся от существующей группировки и будет очень жестокая борьба за криминальные вот эти сферы влияния. Тут даже не ходят к гадалке, это понятно, что это будет. Это уже есть, это уже начинается. Да, 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 вот я поэтому и спросил, потому что я уже вижу первые такие случаи, да, и первые предвестники вот этой вот будущей криминальной бури. Это они еще пока все задействованы в военных операциях, а как вот они придут, вот там начнется. Да, да. А по поводу региональных преступных группировок, могут ли, когда ослабнет федеральная власть, ослабеет, когда ослабеет федеральная власть, может ли местный криминалитет дать местным князькам силовой ресурс для того, чтобы они боролись за независимость? Сомневаюсь. Кое-где, конечно, могут пойти такие процессы, ну, типа там Чечни, предположим, в Чечне, где у населения стойкое отвращение к самому Кадырову, он это прекрасно знает и понимает. Ну, может быть, кое-где, как это, знаете, кто-то кое-где у нас порой. Да. Я думаю, что региональные князьки будут создавать какие-то структуры типа частных военных структур, частных военных организаций. Уже там есть в России такие позывы к этому. Они пока создаются, это ЧВК по ведомственному принципу, по принципу больших крупных корпораций и компаний. Вот. Вполне возможно, что у них может появиться и региональный фактор. то есть будут созданы ЧВК по региональному принципу. Кого, понятно, туда набирать будут, но это другой вопрос. Но вот криминал, чтобы стал политической силой, он может быть вовлечен в этот процесс, опять использован. Использован, да. Но я сюда не верю, что сейчас, когда, по сути дела, само государство является криминальным, как таковым, грубо говоря, губернатор является пахановым в своей области, вот, что уголовный фактор, вот этот криминальный, чистый криминальный фактор станет некой такой политической силы. Пока я в это, пока я не вижу этого. Вот, может быть, я что-то сейчас там не чувствую, не понимаю, да, издалека, но пока я не вижу предпосылок для этого. Ну, пока на самом деле федеральная власть чувствует себя сильной, и пока региональные элиты чувствуют силу федеральной власти. Пока. Там же действуют две удавки, грубо говоря, для регионов. Первая удавка это законодательная, административная, а вторая удавка финансовая. Ну, как это так, страна работает, 86 субъектов федерации, из них там 80 дотационные. Да, да, да. Ну, не бывает такого, да, не бывает там брынза зеленого цвета. Вот, поэтому понятно, что это искусственное распределение бюджетного одеяла. Понятно, что сначала деньги сгребают в Москву, а потом по принципу лояльности и покорности выдают, так сказать, в регионы. И это является второй системой управления, помимо там законов, помимо там силовиков, тюрьмств. Потому что у нас, смотрите, все, была же борьба, серьезное законодательство и, значит, федеральное, что все силовики, а сейчас даже уже и не силовики, все назначаются, все силовики назначаются из центра. И сейчас принято, отняли полномочия у губернаторов. Губернатор сейчас, ну, не попка дурак, но очень близко к этому. Потому что он не может даже сформировать свое, так сказать, правительство, свой аппарат без согласования этих кандидатур с центром. Он не может, например, назначить замгубернатора по социальной политике, если у Министерства социальной политики это не согласуют. Он не может назначить там человека начальником управления по энергетике, если у Минэнергии не согласуют. И так далее. То есть у губернаторов сейчас практически отняли все полномочия, мэр это вообще, так сказать, вот тут уж в чистом виде попка дурак. Вот у него вообще никаких полномочий нет. И поэтому вот эта система управления не плюс финансовая давка, пока вот позволяет федеральному центру командовать и определять политику регионов. То есть губернатор может, конечно, дернуться, но у него силовики все федеральные, деньги у него все федеральные, но куда же ты без силовиков и без денег дергаться-то будешь. Поэтому вот такая сейчас система управления регионами. По сути дела Россия из себя представляет унитарную страну. Она может называться федеративной, она может называться демократической, она может называться еще как-то. Но она на самом деле унитарная, криминальная страна, где власть удерживается просто исключительно грубой силой и репрессиями. Отличный финал. Спасибо огромное.